Спорим, я не верю, что ты допьешь. Давай я челлендж. Допью я до конца. И шапку выиграешь. Соберешь домой. Да ладно, ты подаришь мне шапку. Пуптика, я так обожаю в такие моменты. Делаем вот так. О, какой он вместительный, ребята. Всем привет, мои хорошие. С вами Ака Емель и я поражительная, неповторимая, прекрасная, а сквотимая Дед Мороз. И сегодня мы снимаем очередное новое видео. У нас пред-пред-пред-пред-новогодний стол. Хотя стоять я сказала. Успокойся, держи себя в руках, это начало. Мы тебя ведем скромно, улыбаемся. Улыбаемся, Имаше. Да. Сегодня мы, значит, снимали видео для канала Асквотима. Я не знаю, почему мне было настолько смешно в процессе съемки. Вот. Ты меня извини, мой пупсик. Ладно, налетай нам. Нет скромности. На канале iCook вы можете найти рецепт этого салатика. Я уверена, что он получился очень-очень вкусно. Еще обязательно пишите в комментариях, как вам больше нравится ракурс, когда мы сидим на таких стульях. Или когда видно только наши головы, но еда виднее лучше. Лучше, вам видно лучше еду. Вау, прям как тортик режется, ребята. Ребята. Это видео про тортик будет на моем канале. Да, у Фати стукнуло 50 тысяч подписчиков. Мы долго этого ждали. Прям как второй день рождения, юбилей. Вот такая вот шуба. Селедка под шубой. Первый кусочек Фати. Спасибо, ты моя хорошая. Обязательно переходите в инфобоксе и смотрите рецепт. Я уверена, что вам понравится. Вау. Он пропитался. То есть мы его оставили где-то, где-то как на ночь мы его оставили. И вот я его притащила сюда к Фате. Фате довольна. Как Фате? Я, можно сказать, участвовала в приготовлении этого блюда. Что такие бокалы маленькие, а? Специальные. Эксклюзив фавара. Для Айки Эмилии. Что ж ты молчала? Кубок. Я обещала кубок. Вот на Новый год я дарю этой красавице кубок. Ты обещал ведро. Где ведро? Ну, тут много объема. Делаем вот так. О, какой он вместительный, ребята. Посмотрите. Это эксклюзивный кубок. А так схватимый. Специально из стекла кровали для тебя. Это как бриллиантовая кнопка. Даже круче. Ой, как-то одна подписчица отправила Фате. Где одна девочка пьет из аквариума. Вот в форме бокала. Вау, Фатя, как круто. Как же классно. Я очень люблю пить. Какие помидоры. Вы бы знали, Айкина мама, какие помидоры готовят, ребята. Я принесла сюда. Я как бабушка. Знаете, бабушка с деревни приезжает в город. И она такая с баллонами, там, с шубкой. И вот я точно так же выглядела в автобусе. От меня пахло. Как с тобой? Очень вкусно. Многие в комментариях пишут, что вот, Айка все принесла, а Фатя сидит и ест. До этого мы снимали видео про то, что я принесла. Так что не говорите точно знать. Мне обидно, да. В таких моментах у нас никогда не бывает разногласия. Да. Наоборот, мы спорим. Кто заплатит. Да, вот всегда, всю жизнь так было. Я хочу заплатить, или она наоборот хочет. Денежные вопросы у нас никогда не возникали. Я не против конструктивной критики. Но когда люди пишут то, о чем не знают, очень обидно бывает. Или раньше. Постоянно Фатя снимала у нас. И люди писали в комментариях, что вот, Фатя пришла, поела. На самом деле, иногда я приносила еду по очереди покупать. Если кому не понятно, например, видео снимается для Фатиного канала. Фатя покупает это. Если что-то снимается для моего канала, я покупаю. Но иногда бывает такое, что по дороге, например, мне удобнее. Тогда я беру. Нам все равно. Я не могу сказать, Айки, вот заплати мне. Как можно, подруги, так? Мы элементарно недавно сделали заказ интернет-сайта. Я не хотела брать, но она сунула, блядь. Фатя даже не хотела брать. Или я болела, лежала с температурой 40. У меня отключили интернет. У меня не было денег на телефоне. И Фатя мне позвонила. Я говорю, откуда ты пропала? Пупсик. Я говорю, у меня тяжелая ситуация. Или при смерти. Он сказал, что ты мне не сказала? Взяла, заплатила за мой телефон. Пупсик, я тебя так обожаю в такие моменты. Кстати, наши шапочки, к сожалению, чтобы продемонстрировать всю красоту моей шапочки, нужно сделать вот так. Ой, как-то настояла, подожди. Вот. Мы обязательно инстаграфируемся. А фотки можно посмотреть у нас в инстаграме. Все ссылки будут внизу. Ребята, мне так нравится эта тренировка к Новому году. Какой вокал. Давай перед каждым праздником 10 раз тренироваться. Я согласна. Я вообще согласна всегда накрывать поляну. Накрывать поляну. Ну, она, я так сказала, накроем поляну. То есть накроем стол. Мне так смешно стало. Очень вкусно. Знаете, маслины мне нравятся меньше, чем другой один бренд есть. Давайте я его сфотографирую. Бонзель. Такой желтой упаковки. Бонзель, кажется. Но без косточки и то хлеб. Люблю, когда без косточки. Это фирма обычно мне нравится, но что-то они какие-то некрасивые. Но вкус нормальный. Вкус нормальный, да. Не слишком соленая. В тот раз случайно купила без косточки. То есть с косточкой. С косточкой, да. Это жутко неудобно. Представляете, приходится кушать в медленнее в два раза. В тот раз даже из-за этих маслина я сломала себе бреки. То хорошо, что не зуб. Положить себе еще. Я пока что это даем. Ты можешь мне положить? У меня что-то с этой стороны не получается. Сейчас профессионал сделайте. Вот так вот руками. Мне очень понравилась эта шуба. Я так называю шуба. Говорят, селедка в шубе, селедка под шубой. Мне нравится говорить селедка в шубе. То есть какая разница. Здесь так говорят, если честно, не только ты. Я заметила, что после того, как я переехала из России в Азербайджан, я заметила, что все говорят так. Вот иногда, когда мы что-то говорим, нас исправляют. Но здесь говорят так. Здесь вместо «почему» всегда говорят «зачем». Сначала мне казалось, что это настолько тупо. То есть в этом предложении нужно сказать «почему», но все употребляют «зачем». 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 «Зачем, да». «Зачем, да». Вот. И когда ты говоришь, почему все оборачиваются на тебя? Еще. В России говорят «геллендваген», здесь говорят «галенваген». На самом деле, ни то, ни то, наверное, неправильно. Здесь говорят «директ», в России говорят «директ». Вообще-то «директ» по правилам английского. Да, да. Закрытый слой. По-моему, вот «директ» правильно. Все англоязычные блогеры. Это когда я слышала «директ», все говорят «дарик». А это слово на минуточку. Пришло он к нам откуда? Из Англии. Так что... Америки. Короче, учитывайте эти моменты, когда смотрите наше видео. Все-таки мы с вами живем в разных странах. Ножика нет. Дай мне ножик, я порежу помидорку. Я обожаю эти помидоры, которые готовит мама Айки. Вообще, мама Айки готовит супер вкусно. И они вместе с Айкой снимают многие рецепты. У них есть отдельный канал. Я вам советую подписаться. Ссылка будет под этим видео. Не забывайте. Этот салат есть там рецепт? Да. Конечно. Конечно. Айка работает вдвойне быстрее. Теперь Айка на двух каналах. Молоко вдвойне вкуснее, если это канал Айкук. Я придумала новый слоган твоего канала. Мне почему-то всегда хочется сказать Айфуд. Наверное, скоро будет Айфуд. Может, поменяешь? Нет. Путя Санеч. Кук – это именно означает, что ты готовишь там. Афуд – это просто еда. Это будет Айфуд. Это будет мой АСМР-канал. Расширяемся, ребята. Она хочет 10 каналов открыть. Любит человек в YouTube. Да что? Я не хочу открыть много каналов. Я просто думаю, что все вместе, совместить будет неправильно. Там я стараюсь быть более серьезной. Проготовку? Да. Хотя мне иногда хочется так и сделать. Мэри Крисмас. У нас она игрушка есть. У бабушки с дедушкой. Такой Дед Морозик. Он как Шалтай Балтай. У него круглый низ. Когда его двигаешь, он начинает петь «Хо-хо-хо, мэри Крисмас». Хо-хо-хо, мэри Крисмас. Джингл бэнс, джингл бэнс, джингл оймэнс. Шуба прям понравилась мне. Классно. Ну все. Какую селедку ты используешь? Из магазина. Любую? Она была маринованная, по-моему. Хорошая селедка. Она уже без косточек. И в селедке и так-так нет косточек. Нет, наверное, есть. Без косточек специально очищенная. Не бывает рыбы без костей. Поправьте меня, по-моему, не бывает. Хоть какие-то минимальные кости, скелет, хребет должен быть. Они с удовольствием тебя исправят. Да, я знаю, вы любите. Мы вас за это любим. Узнаем от вас много-много. Вау. Просто такая вместительность в этот бокал. Ты реально пьешь. Я пью как верблюд. Называйте меня просто верблюд. Посмотрите, какой кубок. Это целая ваза, на самом деле. Это ваза? Ну, это кубок в форме ваза. Ваза в форме кубка. Можно. Нет, для цветов не пойдет. Фокус не поймается. В общем, вы видите, какой он большой? Вот я, чтобы вы понимали. Полосхватимый. Одна бутылка сока пошла туда. Давай челлендж, допьешь ли до конца. Давай. Спорим, я не верю, что ты допьешь. Давай челлендж, допью я до конца. И шапку выиграешь. Соберешь домой. Да ладно, ты подаришь мне шапку. Давай пей. Мы до этого кушали торт с чаем, поэтому как-то... Сейчас мне пить не очень хочется. Но ради шляпы. Тем более, вот с такой стоячей шляпы. Давай пей. На самом деле, я бы и так ей подарила шляпу. Просто она лохушкой ведется на все. Я слышу. Ой, реально сложно. Ну ты можешь передохнуть не обязательно залпом. Отдохни, крошка. Отдохни, Айка. Вода не убежит от тебя. Что? Не убежит. Отдохни. А то причем тебе придется еще доливать, мне кажется. Да, реально. Реально? Тебе придется доливать. Когда приходит Айка, я думаю, купить типа два сока. Покупаю два. Я покупила два больших, но сил не хватает. Ты с Катей. Я сегодня вообще почувствовала себя бабулей. Вау, Айка. Ты вылила. На минуточку, я пью в удовольствие. Я не заставляю себя. Вау, Айка. Айка, тебе точно. Хорошо. Не замечательно. Хочу дай лью. Ой, ой, вы слышите звук победы? Все, шапочка моя. Дальше на что играем? На квартиру. Хочешь? После шапки перешли на квартиру. Мою почку не хочешь. Съешь еще шапку? Мою почку, блядь, не хочешь? Блин, я сейчас не смогу остановиться. Блин, серьезно, серьезно. Дохлый крыс. Когда мне попадает в рот смешинка, как Айки вот сейчас, я пытаюсь сделать так, чтобы не смеяться. Пытаюсь подумать о чем-то плохом и грустном. Плохом и грустном, например, о чем? Лучше не надо. Очень плохие вещи. Мне кажется, Фатя очень позитивный человек. Я никогда от нее чего-то такого пессимистичного не слышала. Спасибо, Господу, как классно. За это я тебя обожаю, честно. Ты умеешь поднять настроение. Хотя я тоже оптимист. Я не люблю пессимистов. У меня был один знакомый, я не буду говорить, какой именно, потому что он, может быть, смотрит мои видео. И, в общем, у него было все. Ну, как все, у него есть машина, у него есть квартирная машина, прям не супер, но все-таки тачка, она едет, и то хорошо. Правда, она не всегда едет, но главное, что она была. И он всегда так жаловался жизни, говорит, ничего нет. Здесь, в Азербайджане, говорит, ничего невозможно добиться. Вот такие люди-пессимисты, все время плачутся. Я ненавижу таких людей, вот честно. Я считаю, что все супер просто. Да. Все отлично. Все будет, если работать упорно. Пусть не в 25, пусть в 30 лет будет машина. Ничего, моя мама тоже после 30 начала водить. Ну и что ж. Да, твоя мама выглядит как раз-таки на 25. В общем, как-то так. Обязательно подписывайтесь на эту красоточку, красавицу, которая вчера упала. Посмотрите это видео, блин, какой ржайчик. Мне все родственники писали, что это она реально упала. Я говорю, что не видно, что ли, это невозможно было. И, кстати, перед тем, как ты упал, там стул начал так скрипеть. Да, многие заметили, я не заметила лично. Обязательно подписывайтесь. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами Блайка Эмири и Асклатима. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok